Алена, давайте опять видите, ну с точки зрения науки все же просто, а жизнь другая, вы понимаете, да? Давайте я все-таки скажу науку, она такова, что если человек находится в невежестве, а такова ситуация вашего отца сейчас, к сожалению, то в этом случае с ним близких отношений строить нельзя, хоть он и близкий человек. И самая большая опасность — это привязанность к этому человеку. Понимаете, есть два типа любви. Один тип любви — это привязанность, то есть ждать любовь от кого-то. Если ты ждешь любовь от невежественного человека, то вся твоя жизнь будет разрушена. Первое, что нужно сделать, нужно в молитве начать сострадать этому человеку, потому что всегда, как бы человек себя не вел, он это делает только потому, что он страдает. Знаете, я разок тоже вот взял двух близких людей, они ругались между собой. Я взял, начал молиться, и в молитве мне было больно вот это все слышать, но я сел, сначала успокоился, а потом в молитве я увидел, как они оба сильно страдают и пытаются друг другу через эти страдания и боль докричаться. Внешне выглядит, что они ненавидят друг друга, а на самом деле они просто стучатся изо всех сил, но так как они оба не хотят слышать друг друга, поэтому они и кричат, понимаете? То есть они просто сильно страдают. Человек, злой человек, он просто сильно страдающий человек, и его гордость настолько сильная, что он сам не слышит других и не может достучаться, потому что неправильно стучит. В результате он ведет себя очень агрессивно. Когда человек в такую ситуацию попал, то первое, что нужно сделать, нужно перестать от него ждать любви, потому что это страшно. Мы говорим о вашем сердце сейчас, мы не говорим о том, трогайте вы кого-то или не трогайте, мы говорим о том, что мысли об этом человеке приносят вам страдания по той причине, что вы ждете от него того, той картинки, которую вы ждете от своего отца. Вы же хотите, чтобы отец был таким-то, таким-то. И знайте, что у человека в жизни может быть пять отцов. Пять отцов. Родной отец, наставник тоже является отцом. И так далее. Вам надо просто найти старшего человека в своей жизни, найти, допустим, себе наставника в жизни, который бы с вами общался, и вы бы очень легко перенесли свои ожидания от своего отца на этого человека. И тогда вам бы стало легче. А потом вы бы смогли уже воспитывать своего отца, менять его, потому что вы бы тогда по отношению к нему заняли правильную позицию. Сейчас ваша позиция по отношению к нему ущербная, потому что вы от него зависите своей привязанностью. Привязанность означает ожидание того, чего не придет в данном случае. Когда человек работает над собой, тогда от него можно ждать любви. Когда человек находится под влиянием страсти какой-то, у него есть желания в жизни какие-то, от него можно ждать любви в какое-то время, а в какое-то время нет. Поэтому с ним отношения надо устанавливать такие, как бы, говоренные, по договоренности жить. А если человек находится в невежестве, у него ждать нечего, надо просто молиться за него, вкладывать в него разум, чтобы сила разума у него, чтобы разум появился в голове. Но это можно сделать только у того, у кого у самого есть разум в голове. Когда человек находится в невежестве, он разрушает всех вокруг. Всех, кто к нему привязан, они тоже безумцами становятся. Яд всегда распространяется и разрушает все вокруг. Единственный способ это избежать яда, это перестать зависеть от него. Субтитры создавал DimaTorzok